Итак, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в GTA 5, продолжаем проходить эту игру и что мы будем делать в этой серии, точнее что нам предстоит сделать в предыдущей серии, если вы смотрели, то мы взорвали башку одному из разработчиков какого-то телефона, а зачем это нам было, а потому что, ой, случайно, посмотрел в принципе, а затем что Лестер нас попросил это сделать, потому что у нас был договор, мы помогаем ему, он помогает нам и, по сути дела, мы ему помогли и сейчас осталось, чтобы он нам помог, точнее, осталось его, как это можно сказать, осталась его часть договора, чтобы он ее выполнил, потому что мы свою часть договора выполнили, и сейчас, мне кажется, не сразу будет догобрение, да, то есть там у нас еще будут подготовительные задания, нам еще кучу новых, точнее не новых, а дополнительных заданий будет выполнить нужно, ой я случайно проехал поэтому ребята еще мы посмотрим что он нам что нам представить что нам нужно будет делать но давайте мы с ним сейчас как раз и поговорим я надеюсь это где-то вот нам нужно парковать а нам наверно просто нужно туда войти поздравьте там котики я слышу вас чтобы иначе задание перед эти строки всем себе не в них нифига себе то есть сейчас ну ладно то есть я зашел в игру майкл был так одет в такую одежду я прошу прощения но как-то уграбление ювелирного банкомата монейшн лос-сантос дешевая одежда к сожалению денег у нас нет то есть ума ума это сейчас вообще денег нету мы же потратили все деньги на на вот это на машинку да мы же и оптюнинговали сейчас у меня 7 баксов за 7 баксов мы вряд ли сможем что-то одеть и наверное нам все-таки нужно будет идти домой потому что мне кажется что в магазине мы не сможем одеть то что у нас есть гардеробе на вашу мать нужно нужно как-то повнимательнее смотреть на другую то я разговариваю и еще что-то и как-то на дорогу даже не обращаю внимание вот этот бешеный мудак за нами бежит там поэтому ребята давайте лучше свалим не хочу с ним сейчас драться а знаете что убежище нам нужно все таки наверное домой а домой это очень долго ехать ух ладно ребята давайте быстренько домой сам съезжу и потом вернемся чтобы ну чтобы не затягивать это дело да как думаете ну что ребята вот я подъезжаю уже к дому давайте быстренько папа папа побежим и переоденемся в строгий костюм я не знаю почему в принципе ну ладно то есть пофиг ему очень нужно так оплачивать и да ну в принципе логично может так сказать так нет это нам не в ту комнату а вот в эту то есть я не знаю почему они так сделали но пускай будет вот так раз нужен строгий костюм ладно оденем но я не имею представление почему то есть знаете ну там ограбление банка и вот это все то есть нужно быть официальным строгим костюме конечно будет немного глупо смотреться если мы там придем в тапочках да но все же ну что ребята давайте я тогда вот это вырежу или точнее перемотаю чтобы извиняюсь давайте я сначала поставлю сюда точку куда нам нужно будет ехать и давайте опять едем на это место вид два километра ну что ребята давайте поехали быстренько нет дайте ко мне вот эту машиночку она мне очень понравилась слушайте какой звук а мне самое интересное тут вообще какие-то машины нафиг такие разъездились вы не замечаете вот че это такое за тюнингованная машиночка и хрена себе что вообще там делает то есть можно ли продать вот эту машинку а прикиньте если ему вряд ли да нельзя ее продать меня если честно же по планету чтобы отремонтировать вот эту машинку ни хрена чья вот это смотрите ребята охренеть к почему тут вообще вот такие машины хрен его знает ладно не будем париться по этому поводу давайте быстренько туда поедем на вот этой машине вашу мать не будем возвращаться к своей хотя мне кажется она пропадет если мы к ней не возвратимся я даже не знаю ребята а может она потом мне кажется она как бы записана на майкла поэтому не кажется на потом появится в нас дома да и все ну давайте ребята быстренько мы туда поедем ну вот мы практически приехали извиняюсь извиняюсь водились мотоцикла я не хотел так немного я побил вот эту машинку пока сюда доезжал но это же где-то тут в принципе тут прийти без этого никак но нужно нужно перегиваться нафиг мы тут же не модный приговор мы на грабли не ели какого дела это место? фарминка я требовал работа не требовала меня делать ничего не apartе от паять на налоги ты, слушай, че, че, че что ты у тебя есть? Господи, что это не может быть? это альтурное спорту, что они говорят что это не может быть еще не было смотри, я просто даю немного мексиканского кухня за несколько миллионов долларов Банк в душе? Это то, что нам нужно. Тревор? Ну, с Тревором нам еще предложат познакомиться. Предстоит они предложить. Предстоит познакомиться. Вот и наша машинка вернулась к нам. Ну, едем уже. Я понимаю, что Лайстер еще не несел. Ну, вот, ребята, мы едем на разведку нашей жертвы потенциальной. Твои дружки с ФБР, знают, что ты снова в деле. Пускай они там побазарят, поговорят... Твою мать! С друг с другом. Ну, смотрите, ребят, пока они там разговаривают, что нам нужно. Нам, мы сейчас пойдем на разведку этого магазина, потом нам нужно будет собрать свою команду, потом предварительные задания, то есть подготавливаясь. И потом уже все, потом уже ограбление. Первое ограбление, ребята. Так, ну вот, мы уже практически доехали до места. Самый такой дорогой райончик, как мне кажется. Тут вот эти ювелирные, вот, всякие магазины. Нам нужно внутрь зайти. Так, в магазин. А магазин у нас где? А, вот он, вот он в этой улечке. Ну, сейчас посмотрим. Чтобы включить скрытую камеру в очка. Дальше. Ну, давайте. Ну, давайте. Эй, красивый. Я хочу собрать немного чего-то для женщины в моей жизни. Но одной из них. Сэр, я уверена, что мы можем помочь вам. Скажи мне о ней. Какая она вкусняка? Дорогая. Благодаря Богу. Я не могу сказать, что мы с моей женой говорим. Я не знаю. Я не хочу потратить слишком много. Я думаю, что это может быть... 10 тысяч? У нас в двадцать. У нас в двадцать. Мы начнем в двадцать. Хорошо. Так, вот эти вещи построили в последний, или я просто платил для этого лога Евангелико здесь? Нет, нет, нет. Мы используем прерпектная церковь, джула. 18 карат гол, 950 флатинум. Ничего, но в лучшем. Хорошо. Я думаю, что вы просто сделали продажу. Я буду смотреться, подумать о том. Я вернусь к тебе, миленький. Не пойду. Я понимаю. Хорошо. Спасибо, сэр. Вы получили. Вернусь к мне. О, спасибо, сэр. Вы мне открыли дверь. Верни здесь свою машину. Ну давай, макл. Пробежись, скинешь там пару граммов. О, ты хорошо? О, это машинка классная, вроде, поехала. А, нам еще точно, я помню вот это. Там еще вентиляцию нужно будет находить. Так, а где это, я если честно не помню? А, помню, там постройка. Да, вот стройка, да. Вот мы и нашли. Я правильно бегу. Вот, вроде, вот тут, да? Так, а сейчас? Ага. Ну, случайно, но все же он лезет. Что ты думаешь? ОД, шут-аут? Может быть, просто машинка, да? Анонимос-чардж-рэмейнс на дороге. Они только знали, что у них было на своих руках. Я на стопе. У меня возвышенность. Эй, я вижу вентиляции. Да, я смотрю на релай. Вы можете получить больше? Мы должны знать, где эти вентиляции выйдут. Я сказал, что сомневая имя, выглядит, что на высокой точке на северной стороне. Попробуй оттуда. Ага, то есть не туда-сюда. Охренеть, вы там с ума сошли, что ли? И как мы сюда за... Ой, ой, ой. Майкл, ты че там? Так, вот. Как нам сюда забраться? Слушай, вот это все ограждено. Ну, вы видите. А, нет, вот нам сюда нужно. Так, сейчас. Ага, ну, наверное, вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Ага. Ну, все. Ну, все. Я... Мне так лень туда спускаться, а прыгать я боюсь, ребята. Что мне... Что делать? Ух, ты ж нафиг. Ребята, я не хочу прыгать. Мне кажется, мы умрем. Как думаете? Рискуем. Ну, все. Больше я прыгать не буду. Спасибо за предложение, но я откажусь, наверное. Ну, все же, очень такой короткий путь вниз. Точнее, чтобы спуститься к нашей машинке. Как думаете, ребята, может опять попробовать прыгнуть? Или нет, все же. Потому что опять проходить это задание мне не хочется. Ладно, не будем париться. Давайте уже не будем такими ленивыми, наверное. Спустимся, да, и все, да? Вот так. Прыгнем. И быстренько слезем. И где наша машиночка? Да, идем мы, идем мы, идем. Мне-то кажется, что нам еще нужно будет поехать в тот магазин. Хотя нет. Какие у нас тут еще подготовительные задания будут? Вроде там байки найти или что-то еще. Ага, то есть смотрите, мы едем уже подготовить нашу банду. Давайте, ребята. Осталось 2 километра, давайте быстренько туда доберемся. Вот мы уже и тут, ребята, практически. Сейчас будем знакомиться с нашей, твою мать, бандой. Почти профи. А, это он на Франклине говорит. Ух ты, это наша машинка еще тут нас ожидает. Что там на Франклине? Мои работники имеют свои использования. Хорошо, давайте закрепить это. Ха-ха! Ха-ха! Найдет видеть, что методы не изменены. Ну, мы должны решить, что мы делаем в какой-то момент. Все крылья, руль, пребывание. Не хочу оставить свидетельство behind на hard drive. Так что, методы не изменены. Правильно, не для профессии. А, нам еще нужно выбирать вариант, как мы будем ограблять магазин, мне так кажется, если я правильно помню. Если я хорошо помню. Здесь. Здесь есть два способа, я вижу, делать это. Мы идем уменьшим, или мы идем громко и уменьшим. Помните, как мы уменьшим? Если мы будем уменьшим, мы пускаем немного нагрузки в воздухе, и нажимаем на кабинет, когда все остаются. Вы должны отсрочить газ, конечно, но контроль-контроль-контроль-контроль-контроль-контроль-контроль-контроль-контроль. Ну, и четыре карбин-контроль-контроль-контроль-контроль-контроль-контроль-контроль. Мы не можем купить их и рискиваем их от отстывания. Нет, нет, нет. Мы должны найти некоторое в обращении. Это жаль. Это реально жаль, но это suffice. не подчеркнулся от ЛСПД тактиковой команды, так что в их машине это может быть хороший место, чтобы смотреть. Хакер может удержать камеры, но с длиной времени зависит от их способностей. Актеры будет работать на одной одной стороне. Практика выхода на другой стороне. Практика выхода на два варианта. Показатель, который вы выберете, конечно, будет вредить машины. Вы выходите из магазина и вытаскиваете через новый туннел на дорогу, которые вы вытаскивают на дорогу Делперо. Вы потерпите в них и вытаскиваете на лс. Хорошо, хочу моего парня Фрэнклин на выходе. Умно. Умно. Получай свою долю. Малоопытные совпщики просто немного, но могут сработать неэффективно. Чем больше операций проводит член банды, тем опытной он становится. Эдди. Доли 14%, 8%. Давайте вот Эдди. Он хоть и много берет, но он, видно, опытный. Семь процентов. Давайте, ладно, берем крутых. Он профессионал, ничего не надо сказать. Хакер. Офисов, но это человек, который будет определить, как долго ты встал. Этот человек, Рикки. Я встретил его в офисе жизни. Он может не быть так хорошим, но он энтузиаст. Я округлил. Если Рикки, если вот этого, ну, 30-40 получается. А если вот этого, 34-32. Ну, вот эта Дивуля, она, конечно, ну, про, можно сказать, но 45%, 43% уйдет только на вот эту. Ух, ребят. Ну, давайте рискнем. Да, рискнем. Если нет, я его замочу, паскуда. Ну, вот, ребята, мы прошли подготовительное первое задание. Сейчас, да, сохраним. Нам нужно все-таки будет раздобыть машину с усыпляющим газом. Помер, переходим в режим санта. Ага. То есть, машину с усыпляющим газом и вот это все. Звоним Франклину. Звоним. Эй, мэй, это я, Майкл. Что происходит? Слушай, эм, я должен взять деньги, для этого дома, который мы сняли. Так, ну, я собираюсь с командой вместе, для, эм... Ты можешь понять. Решение будет невероятно, и риск будет высокий. Но ты можешь узнать что-то, если ты интересен. Мэй, это не точно такой большой сейс-пиздог, но... Я думаю, я должен начать где-то. Спасибо. Может быть, один день, ты можешь снять свои собственные дела, свои собственные... работы. Так, есть еще какие-то предприятия, что я должен сделать. Сидите за время. Мой парень Лестер будет в отношении с деталями. Ну все, ребята, вот мы прошли первое подготовительное задание. Мне кажется, оно было классным и удачным. Наверное, в следующих сериях мы будем дальше подготавливаться. И где-то через серию две мы уже, наверное, будем участвовать в ограблении. На этом, ребята, мы будем заканчивать. Ставьте лайки. Не забываем, чем больше лайков, тем... Дохнет. Ты мне дашь закончить, паскуда. Ты? Дитер Сакс-дотектор. У меня был неизвестен. Я хочу, чтобы вам помогать это обеспечить. О, теперь ты победил. Хорошо, я вернусь. Ладно, 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 ребята, я еду, но я уже на этом буду заканчивать, ребята. Всем спасибо за просмотр. Не забываем, если набираем 200 лайков, сразу же выходит новая серия. Но, когда она выйдет, тоже, ребята, зависит от вас. Всем спасибо за просмотр. Также не забываем вступать в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, это просто-напросто. Подписаться на меня, на мой канал. И поставить лайк и оставить комментарий, если вам, конечно, понравилось видео. И, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok